Почему мы должны следовать за муфтием? Они начинают критиковать ученых, начинают наговаривать на них. Не надо там в соцсетях что-то комментировать. Этот человек умрет только смертью джахилията. Мы знаем, что миссия пророка Мухаммада заключалась в том, чтобы облагораживать нравы его умы. Уважаемые братья и сестры, сущность благих нравов заключается в том, чтобы человек был мягким, деликатным по отношению к своим домочадцам, к своим друзьям, родственникам, и чтобы он таковым был со всеми мусульманами. Почему? Потому что пророк, салли Аллаху алейху ассалям, в хадисе, переданном от Абдуллы ибн Масуда, родуя Аллаху анху, говорит «Аля ухбирюкум биман яхруму алейхиннар, ау биман тахруму алейхиннар». «Не рассказать ли мне вам, для кого запретен ад?» И сподвижники, родуя Аллаху анху, сказали «Конечно, я, Расуль Аллах, расскажи нам». И пророк, салли Аллаху алейху ассалям, сказал «Колю хаййинин ляййин сахалин карибин минан нас». Всевышний Аллах сделал запретным ад для тех людей, кто мягок, кто легок, кто деликатен, кто близок к людям. То есть имеется в виду мягкий человек, то есть у него теплые, дружеские отношения со всеми людьми. У него мягкое сердце, в сердце его есть милосердие, сострадание. Легкий человек имеется в виду человек, который не спорит, он всегда уступает другим людям. Близкий человек к людям, имеется в виду человек, который помогает людям, помогает нуждающимся, всегда их поддерживает. Вот такие люди, пророк, салли Аллаху ассаляму сказал, они будут обитателями рая. То есть в отношении других людей ты должен проявлять такие качества, которые обрадовали бы и твою душу. Какие качества? Это приятная речь, это хорошие слова, это красивые, благие поступки. Надо стараться остерегаться от дурных поступков, от непристойных слов, от скверной речи. Надо от этого остерегаться и нельзя совершать это по отношению к другим людям. Уважаемые братья и сестры, цель религии в чем заключается? Для чего Всевышний Аллах возложил на нас все эти предписания, все эти обязанности? Конечно, цель религии — это в первую очередь, чтобы мы были едины, чтобы в нашем обществе была сплоченность, единство, чтобы мы следовали за нашим предводителем, чтобы мы уважали друг друга, любили друг друга, чтобы в нашем обществе не было насилия, не было несправедливости. Почему? Потому что пророк, саллиллаху ассалям, в хадисе, переданном от Нуман ибн Башир, Роди Аллаху ассалям говорит «Масалю л-му'нина фи таваддихим, ватара хумиим, вата аат уфиим, масалю л-джасади, и дачта ка минху улхум, тада аляху сайру л-джасади бис сахари вал-хумма». Пример мусульман, пророк, саллиллаху ассалям, говорит, «Верующие подобны в своей любви, взаимной любви к друг другу, в милосердных отношениях друг к другу, в сочувствии друг к другу. Они подобны единому телу, говорит пророк, саллиллаху ассалям. Когда и если один орган этого тела заболевает, то все тело на это отзывается бессонницей и лихорадкой, говорит пророк, саллиллаху ассалям. То есть он уподобил нас, всех верующих, единому организму. Поэтому и Всевышний Аллах в Коране, в суре Алю-Имран, Всевышний Аллах говорит «Аулу билля имнашет, он рожим, бисмилля рухмана рухим». Вы крепко держитесь за религию, говорит Всевышний Аллах, и не разделяйтесь. Следуйте за Кораном, следуйте за сунной пророка, саллиллаху ассалям, и будьте единым джамаатом, единым организмом. И дальше Всевышний Аллах говорит «Вазкуру ни'мата Аллахи алейкум, из кунтум а'да'ан фаалля фа байна кулубикум». И помните милость Всевышнего Аллаха, когда вы были врагами, то есть в эпоху невежества, до исламский период, мы знаем, что арабы, они были врагами, они шли друг на друга войной, они убивали друг друга. И по милости Аллаха, Всевышний Аллах послал пророка, саллиллаху алейкум, и вокруг ислама он объединил всех арабов. То есть они стали братьями. «Вазкуру ни'мата Аллахи алейкум, из кунтум а'да'ан фаалля фа байна кулубикум». И Аллах сплотил их сердца. «Фааспахтум би ни'мати ихвана». И таким образом, по милости Аллаха, все они стали братьями. «Ва кунтум аля шафа хуфрати минаннари фаанкадакум минха». И до этого Всевышний Аллах говорит, до ислама, до этого вы были на краю огненной пропасти. «И Всевышний Аллах спас вас от нее». «Казалика юбайюну Аллаху лакум аятихи ла'аллякум тахтадун». И таким образом Аллах объясняет вам свои знамения, чтобы вы шли по верному пути, чтобы вы притереживались правильного пути. То есть, уважаемые братья и сестры, мы с вами должны знать, что в первую очередь мы должны делать шукру Всевышнему Аллаху за то, что Он сделал нас мусульманами. И мы должны знать, что Ислам, слово «Ислам» означает покорность, покорность, следование, подчинение. То есть, в первую очередь, это покорность Всевышнему Аллаху. Вторую очередь, это покорность Пророку, салли Аллаху, алейкум ассалям. Также мы должны знать, что покорность Всевышнему Аллаху, покорность Его Пророку, салли Аллаху, заключается также в покорности и определенным категориям людей. Что это означает? Вот возьмем, к примеру, например, родители. Альхамдулля, у нас у всех есть родители. Между нами и между Всевышним Аллахом родители на самом деле являются посредниками. Если родители недовольны нами, Всевышний Аллах не будет нами доволен, как бы мы Ему не поклонялись. Почему? Потому что, во-первых, в Коране Всевышний Аллах нам говорит, «Аулу Биллаху Насчет, Он Рожим, «Ва Абуду Аллаха, ва ла тушрику бихи шай'а, ва билва ли дайни ихсана». «Ва Абуду Аллаха, вы поклоняйтесь Всевышнему Аллаху, ва ла тушрику бихи шай'а, и не предавайте Ему сотоварищей, ва билва ли дайни ихсана». «И относитесь к своим родителям хорошо, то есть проявляйте к ним только добрые, только благие качества, уважайте своих родителей». Вот в этом аяте, уважаемые братья и сестры, Всевышний Аллах наши хорошие отношения к родителям связал с поклонением Ему, то есть настолько важная и значимая и благородная вещь в Исламе наши хорошие отношения к нашим родителям. Абдуллах ибн Мас'уд, р.е. он передает следующие слова пророка, саллиллаху алисалям, «Один сподвижник спрашивает пророка, «Я, Расуль Аллах, о посланник Аллаха, айюль амали, акрабу илальджанна». «Какие деяния являются самыми близкими к краю?» И посланник Аллах, саллиллаху алисалям, отвечает, «Ас-салату фи мава-китиха», своевременно совершенный намаз, и второе он говорит, «Вабирруль валидайни», и доброе отношение к своим родителям. В другом хадисе Абдуллах ибн Амру, р.е. он передает, что посланник Аллах, саллиллаху алисалям, сказал, «Риза Аллах фи риза львалидайн, ва сахат уллах фи сахат львалидайн». Довольство Всевышнего Аллаха в довольстве родителей, и гнев Аллаха заключается в недовольстве родителей. Точно такой же пример можно привести и относительно женщины, относительно женщины, которая вышла замуж. То есть между этой женщиной и между Всевышним Аллахом, посредником является ее муж. Если муж недоволен своей женой, Всевышний Аллах не будет ее доволен. Почему? Потому что пророк, саллиллаху алисалям, говорит, хадисы переданным от Абу Хурайри, родуяллаху алисалям, «Изда саллил марату хамсаха, если женщина будет совершать намаз должным образом пяти раз в день, ва санамат шахраха, если она будет соблюдать пост в месяц Рамадан, ва хасанат фарджаха, и если она сохранит свое целомудрие, и четвертое, пророк, саллиллаху алисалям, говорит, «Ва атуаат зауджиха», и если она повинуется своему мужу. Тогда что ее ждет? «Эйля лаха в судний день ей скажут, «Удхулиль джанната мин айи абуа биль джаннати шиити». Ей откроют, Всевышний Аллах перед ней откроет все восемь врата в рая и скажет, «Через любые врата войди в рай». Вот что ждет женщину, которая совершает намаз должным образом, то есть соблюдая все требования, все арканы, все суннаты, соблюдая в намазе хузур, смиренность, женщина, которая соблюдает пост в месяц Рамадан, женщина, которая бережет свое целомудрие, и вдобавок к этому женщина, которой доволен ее муж. Эта женщина в судний день войдет в рай через любые врата, через которые она пожелает. Точно так же, уважаемые братья, возьмем любую общину, любой джамат, чтобы Всевышний Аллах был доволен этим джаматом условием является, чтобы этот джамат повиновался, подчинялся своему имаму, чтобы этот джамат следовал за своим имамом, то есть за своим предводителем. Пророк, касаемо этого, говорит, хадис перед нами от Абу Хурайри, р.е. «Тот человек, который выйдет из подчинения имаму, из подчинения предводителю, из подчинения муфтию, вафарак аль-джама'а», то есть отошел от джама'ата, делает раскол джама'ата, внесет разобщенность в этот джама'ат, то есть он покинул джама'ат. Большинство мусульман, общую массу этот человек покинул. Что его ждет? И в таком положении этот человек, если умрет, пророк, саллиллаху али-вассалям, говорит, «фа ми татуху ми татун джа алиятун». Этот человек умрет смертью, когда умирали люди в эпохе невежества, то есть исламский период. То есть в это время люди умирали в заблуждении, потому что у них не было имама, у них не было религии, не было каких-то законов, которых они придерживались. Каждая племя делала все, что она хочет. Они воевали друг с другом, убивали друг друга. Некоторые там занимались, поклонялись идолам. Человек, который не подчиняется имаму, и человек, который отошел от джама'ата, от общины, то вот этого человека ждет такая смерть, говорит пророк, саллиллаху али-вассалям. Точно так же, уважаемые братья, здесь можно привести, и надо привести пример той общины, того джама'ата, который не следует за муфтием. Вот здесь посредником между Всевышним Аллахом и между этими людьми является предводитель мусульман. Почему? Потому что пророк, саллиллаху али-вассалям, говорит, почему мы должны подчиняться предводителю. Пророк, саллиллаху али-вассалям, говорит в хадисе, в достоверном хадисе, переданный от Аннас ибн Малика, пророк, саллиллаху али-вассалям, говорит, Если даже над вами будет назначен эфиопский раб, размер головы которого, размер изюминки, даже вот такому предводителю вы должны его случаться и подчиняться ему, говорит пророк, саллиллаху али-вассалям, Священный Аллах в Коране нам повелевает, Я июхал-лязина аману, о те, которые уверовали, от Иуллаха, от Иулрасула, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь пророку, саллиллаху али-вассалям, ва улиль амри минкум. Также повинуйтесь тем людям, тем предводителям, которые над вами, то есть тем людям, которые обладают властью над вами. То есть жамаат должен подчиняться имаму. Все жамааты обязаны подчиняться и следовать за муфтием, потому что Коран и пророк, саллиллаху али-вассалям, нас призывают к этому. Точно так же представьте себе, если человек, если даже он совершает, должным образом совершает намаз, выплачивает закат, соблюдает пост, если этот человек не подчиняется предводителю, этот человек не увидит райские блага. Потому что в достоверном хадисе пророк, саллиллаху али-вассалям, говорит, хадис, переданный от Абу Умама, где посланник Аллаху саллиллаху али-вассалям говорит, «Иттақуллаха роббакум, бойтесь Аллаха вашего Господа, вассаллю хамсакум, совершайте пятикратный намаз, вассуму шахракум, соблюдайте пост месяц Рамадан, ва адду заката амваликум, выплачивайте закат из своего имущества». И пятое пророк, саллиллаху али-вассалям, говорит, «И подчиняйтесь вашим предводителям». Тогда что нас ждет? «Тадхуллу жанната роббакум», говорит пророк, саллиллаху али-вассалям, «Тогда вы войдете в рай вашего Господа». «Тогда вы войдете в рай». Хадис передал Абу Давуд, Тирмизи и имам Ахмад. К примеру, уважаемые братья, возьмем такой пример. Вот в наше время, аль-хамдуллах, вот наша республика, мы мусульмане, аль-хамдуллах, у нас есть свой муфти, муфти, который заботится о нас, который для нас делает только доброе, полезное, благое и в плане образования, и в плане благотворительности, и в плане, как и, скажем, как и духовного здоровья, так и физического здоровья, делает все хорошее. Только нам остается делать шукру за такого человека, но, к сожалению, есть определенная категория людей, которые недовольны чем-то, которые их что-то не устраивает, что-то их раздражает. И они начинают тогда что делать? Они начинают обсуждать этих людей, муфти, его работников, они начинают критиковать ученых, начинают наговаривать на них, клеветать их. То есть, на самом деле, этим самым они зарабатывают себе грехи. Грехи не маленькие грехи, это великие грехи. В адрес таких людей сказать плохие вещи, это, получается, великий грех. Теперь, а на самом деле, истинные мусульмане, как должны себя вести вот в таких случаях? На самом деле, что делал пророк, чему он нас призывал? Сподвижники, рудья Аллаху Анну, таби, ини, имами, они что делали в таких случаях? Имеется в виду, когда, например, что-то их не устраивало, например, если чем-то они недовольны, что они делали? Они начинали критиковать своих имамов, своих предводителей, своих правителей, да? Нет, конечно. Нет, конечно. Приведу здесь хадис, тоже хадис приводит имам Бухари, достоверный хадис. Ибн Аббас говорит, что пророк, алейхусалям сказал, тот человек, который увидел, который заметил от своего предводителя что-либо, что ему не нравится. Что ему не нравится. Что он должен делать? Пророк, алейхусалям говорит, пусть он проявляет терпение, пусть он делает сабру. Не надо кричать, не надо в соцсетях что-то комментировать, не надо обнародовать вот это все. Пророк говорит, что пусть он проявляет здесь терпение. Почему? Потому что тот человек, говорит Пророк, поистине тот человек, который отойдет от жама'ата, который внесет в общество раскол, шибран, напяд, вот на такой размер, на такой маленький размер. Шибран, говорит Пророк, салли Аллаху ассалям, фаямуту, и если этот человек не сделает таубу, и если этот человек вот в таком положении умрет, илля мата ми татан джа хилиятан. Пророк говорит, салли Аллаху ассалям, этот человек умрет только смертью джа хилията. То есть смертью до исламского периода, смертью эпохи невежества. То есть заблуждение умрет этот человек, говорит Пророк, салли Аллаху ассалям. И посланник Аллаха нас призывает, чтобы мы придерживались жама'ата, чтобы мы были вместе с большинством мусульман, чтобы мы были с общей массой мусульман, чтобы мы не разделялись, чтобы мы от них не отошли, чтобы мы не внесли разобщенность и раскол в наше общество. Это нам запретил Пророк, салли Аллаху ассалям. Потому что тот человек, который отойдет от джама'ата, Пророк, салли Аллаху ассалям, в другом хадисе говорит, тот снял со своей шеи узду ислама, говорит Пророк, салли Аллаху ассалям. И в конце, уважаемые братья и сестры, я приведу хадис Пророка, салли Аллаху ассалям, где он говорит, «Инна Аллаха ярда лякум салатан, ва ясхат у лякум салатан». Всевышний Аллах будет доволен вами, если вы будете придерживаться трёх вещей, и будет гневаться, если вы будете придерживаться других трёх вещей. «Он доволен вами, когда?» «Ярда лякум анта абудуху ва ля тушрику бихишайа». Первое. «Он будет вами доволен, если вы будете ему поклоняться и не придавать ему сотоварищей». Первое. «Ва анта атасиму бихаб лиллахи джамиа». «Он будет вами доволен, если вы будете крепко держаться за его религию». Вот здесь говорится, «Ва атасиму бихаб лиллахи джамиа». «Хаб лиллах» — это религия Аллаха. Некоторые говорят, это верфь Аллаха, чтобы мы за неё крепко держались. Некоторые говорят, «Хаб лиллах» — здесь имеется в виду джамаат, община, чтобы мы придерживались джамаата, чтобы мы были вместе с большинством мусульман. И в этом хадисе вот что имеет в виду пророк, саллиллаху алейху ассалям. И третье. «Ва анту нассиху ман валля Аллаху амракум». И также, чтобы мы, если мы чем-то недовольны, чтобы мы давали советы тем людям, которые руководят нами, чтобы мы им подошли к ним. Может быть, в какой-то момент в чём-то мы недовольны, но, может быть, мы неправы, мы не так поняли эту вещь. Поэтому Ислам нас призывает, чтобы мы подошли, чтобы мы посоветовались, чтобы мы попросили их, чтобы они разъяснили нам эту ситуацию. И чтобы, если они неправы, чтобы мы им дали какой-то совет. Тогда Всевышний Аллах будет нами доволен. И второе. Когда Аллах гневается нами. Пророк, салли Аллаху амракум, говорит, «Ва ясхат улякум». Аллах гневается, когда «Кейля ва каль», когда мы занимаемся бесполезными разговорами. «Ва идла атуль маль», когда мы бесполезно расходуем имущество. «Ва кастрату ссуаль». И Аллах гневается из-за множества наших бесполезных вопросов. Уважаемые братья и сестры, хотел бы обратить ваше внимание на следующий момент. К сожалению, в нашем обществе встречаются люди, которые говорят, «Я не буду следовать за имамом, я не буду подчиняться муфтию, не буду следовать предводителям мусульман. Мне вот так нравится, я буду сам по себе. Вот как пожелает мой навс, вот так я и буду вести себя». Конечно, это заблуждение. Почему? Потому что в первую очередь мы должны знать, уважаемые братья и сестры, что наша религия, у нее свои законы, свои правила, свои установки, которых мы должны строго придерживаться. Посланник Аллаха, был послан именно для того, чтобы мы смогли укоротить свой навс, чтобы мы смогли, грубо говоря, поломать свое эго, чтобы мы не шли за своими там какими-то походами, за своими там желаниями, чтобы мы смогли вести свой навс именно по пути Корана и по пути сунни пророка, салли Аллаху алей вассалям. Поэтому Коран и сунна нас обязывают, чтобы мы следовали за имамом, чтобы мы подчинялись муфтию, чтобы мы всегда находились в джамаате, в большинстве мусульман. По этому поводу Абдулла ибн Масуд у него есть, у него есть такие хорошие, удивительные слова, где он говорит, «Ай, Юханнас, о люди! Алейкум бит-а'ати валь-джама'а!» Вы следуете за имамом, вы подчиняйтесь предводителю и всегда находитесь с джамаатом. «Фа-иннаха хаблюллахи ладзи амарабихи» И он говорит, «Джамаат» — вот общая масса, большинство мусульман, которых мы должны придерживаться. Этот джамаат говорит «хаблюллах», это говорит «верв Аллаха», за которого мы должны крепко держаться. И дальше он говорит «Ваматакрахуна фил джамаати, хайру мимма тухибуна фил фурха». И если находясь в джамаате, есть такие моменты, которые вам не нравятся, это все равно говорит придерживаться джамаата для вас лучше говорит, чем быть отдельно от джамаата и чтобы вот это вам нравилось, чтобы таким образом, чтобы вы угодились своему нафсу. Нельзя говорить так. Надо говорить, если даже есть то, что вам не нравится в джамаате, все равно проявляйте собру, придерживайтесь джамаата. Вот к чему нас призывает наша религия. Почему мы должны, уважаемые братья, следовать за нашим предводителем? Потому что они говорят следующее, потому что только посредством следования за предводителем, следованием за имамом, за муфтием, только так дела этой умы, этой общины, они будут правильными, говорят алими. И только посредством следования мы добьемся безопасности и стабильности, спокойствия в нашей общине. И только так, посредством следования за муфтием, наша умы спасется от фитан, от смут, говорят алими. Поэтому, уважаемые братья и сестры, пока имам призывает свой джамаат, пока муфти призывает свой народ к благому, к доброму, наша обязанность это следовать за ними. Только в этом для нас заключается добро, успех, счастье в обоих мирах. Только так Священный Аллах будет нами доволен. И в конце мы сделаем дуа Аллахума аринал хақа хақан варзукна тибаа. О, Аллах, покажи нам истину истиной и дай нам сил следовать за этой истиной и дай нам сил следовать за этой истиной. И дай нам лоджу и дай нам силы отдалиться от этой лоджи. Ва-ссаляму алейкум ва-рахматуллахи ва-баракату. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok